Я как визажист вижу косяки в своем макияже, не могу об этом не говорить, потому что все равно кто-нибудь мне напишет, что у тебя какие-то неправильные губы или что-то там не сочетается, потому что я это вижу и обязательно кто-нибудь это напишет, поэтому я хочу заранее об этом сказать. Я очень давно не делала себе яркие губы, что для меня это даже как-то непривычно, но видео, которое вы сейчас увидите, там губы совершенно другие, и вот им-то как раз таки не хватает макияжа глаз, немножко такого же оттенка или другой кофточки, но отпустим этот, отпустим, отпустим этот момент, приятного просмотра. Всем привет, меня зовут Карина Дугалукова. Вчера ночью я кое-что увидела и очень сильно захотела, как всегда, об этом рассказать, потому что это было необычно. В общем, ложусь я спать, ну и я всегда перед сном, если у меня получается погрузиться в квантовое поле, то я обязательно это делаю. Если у меня не получается и возникают трудности, у меня вибрации, если не повышаются, и мне прям сложно, я хочу спать, то я ложусь спать и не делаю никакие практики. Вчера у меня это получилось сделать очень легко, я прям чувствовала, как у меня вибрации тела сильно повысились, она у меня вибрирует всегда, когда я ухожу в свое сознание, да, внутрь себя погружаюсь. И, ложась на подушку, я вчера сказала, покажите мне то, что я должна знать. И закрыла глаза, и тут у меня начали всплывать картинки, очень странные картинки, я их могла разглядеть, но не могла никак запомнить. Я думаю, так, надо напрячься, запомнить, что я вижу. Но потом я решила расслабиться, и вот тут меня перенесло в то пространство. То есть я как будто бы находилась в VR-очках, я ощущала тело, вот это даже круче, чем, наверное, VR-очки, когда ты не просто вот находишься в этом пространстве, да, через экран, и, ну да, наверное, я была в VR-очках, я чувствовала, как я в этом пространстве перемещаюсь, я чувствовала его плотность и вот, ну, свое движение. В общем, я даже не знаю, как это передать, вот как будто бы я в реальности нахожусь в том пространстве. И что я там видела? Я видела абсолютно другой мир. Я видела мир с другими законами физики. Это было нечто невероятное. Самое интересное, что я не понимала, кто я. Я-то там кто? Я была пустотой, то есть я просто наблюдала через экран или через, вот я как вот пустота, точка вот эта вот непонятно, кто я, наблюдая за этим всем, и у меня нету тела, ну, то есть у меня нету какой-то определенной формы, я никто, я просто никто и ничто. И что я вижу? Я вижу очень красивый мир, он как вот из сказок, из фантастики какой-то, там невероятные горы, они светятся фиолетовым, таким бело-фиолетовым светом, лавандовый такой цвет, и вот он светится. Потом я видела вот в этом пространстве, вот это, у этого пространства не было земли, не было поверхности, по которой можно ходить. То есть оно какое-то бесконечное, и у него горы, и всё, что в нём есть, оно находилось в, как бы, в воздухе. Не было ни начала, ни конца всего того, что я видела. Я видела огонь посередине вообще пространства, оно было вот завёрнуто в такой цилиндр, и этот огонь прям вот в цилиндрической форме, вот такими вот, ну, как перья, да, только вот огонь это был, обволакивал этот цилиндр. И я видела вот эти горы, какие-то непонятные формы, как будто бы они живые, как будто бы они наделены чем-то. Может быть, это мир на какой-то другой планете, да, в какой-то другой симуляции. Но самое интересное, я ещё там, кстати, видела воду в воздухе пузырями, то есть законы физики там совсем не работают, там огонь может быть направлен вниз. Самое интересное, что там нету никаких чувств. Я не могла сказать, хорошо мне там, плохо мне там, что я ощущаю, что я там проживаю. Я просто наблюдаю эту красивую, необычную картину. И периодически меня выбрасывает в наш человеческий мир, потому что я включаю мозг и пытаюсь запомнить эту картину. И такая, так, стоп, я же не там, я сейчас вот здесь у себя в кровати лежу. Потом я думаю, нет, мне интересно, я хочу посмотреть, что всё-таки там ещё есть такого интересного. Я возвращаюсь туда, и меня опять туда выбрасывает, прямо вот прям физически, как будто бы меня туда выбрасывает. Я ощущаю всё, что там происходит. Я перемещаюсь по пространству, я чувствую это перемещение. Когда я возвращаюсь в человеческий мир, закрываю глаза и вижу эту картинку, но я понимаю разумом, что я, сознанием, что я нахожусь в человеческом мире, то я не ощущаю себя там, так, как я ощущаю, когда я полностью погружаюсь, да, и отдаюсь, доверяю тому, что я вижу. Это было очень интересно, захватывающе. Потом я начала видеть чёрный, как бы у меня опять разделился экран, первый раз. Разделился экран, и я, значит, вижу вот тот мир непонятный, да, какой-то из других симуляций. И вижу наш мир, нашу симуляцию, но только, видимо, какую-то параллельную ветку развития событий. Все как бы говорят, что прошлого нет, да, проводники так говорят, и я думаю, как это можно понять, что прошлого нету? Получается, что мы, все наши воплощения на Земле, душа уже много раз воплощается на Земле, можно узнать возраст души. Получается, что мы воплощаемся параллельно в этой симуляции на разных ветках реальности. Помимо того, что есть ветки реальности вот именно в том воплощении, в котором мы сейчас находимся, также есть параллельные ветки реальности, как бы наши клоны или, как это можно сказать, двойники, не знаю. Мы размножились, и мы идем по... Ну, например, я там в 45-м году, потому что то, что я видела вчера, мне кажется, что я была где-то далеко в прошлом. Я видела все в серых тонах, и мне было холодно. У меня был вопрос, откуда я умею шить, почему я умею шить. И мне было холодно, у меня были голые ноги, ну, вот нищета такая, прямо голод, как будто бы война или какие-то очень тяжелые времена. И у меня, значит, на мне надеты только пальто, голые ноги, там какие-то ботиночки непонятные. Ну, и люди такие вот тоже, им очень холодно было. И я думаю, господи, что это вообще? Ну, я понимаю, что это, скорее всего, какая-то моя параллельная ветка реальности. Где-то я в нашем мире из прошлого себя вспомнила в тяжелые времена. Я думаю, что с этим делать? Что с этим делать? Как мне? Я вот просто эту картинку вижу и не знаю, что с этим делать просто. Я понимаю, что мне нужно как-то помочь, что ли, хотя бы мысленно, да, самой себе вот в том воплощении. Получается, что я вчера видела себя в двух воплощениях. Вот в каком-то голоде-холоде и воплощении на другой цивилизации, в другой симуляции. Там, где я не понимаю, кто вообще я такая. Кто я? Я просто сознание, у меня нету формы. Возможно, другие сознания запечатлены вот в этом цилиндре, который горел, в шаре из воды, ну, там много было пузырьков воды в воздухе, в этой горе, потому что мне казалось, что там есть душа какая-то, но к ней очень страшно подойти, потому что она тебя сожрет просто. В общем, вот такие сказки я видела вчера ночью. Самое интересное, почему я видела такие сказки. Вчера я узнала, что можно узнать возраст своей души по дате рождения. Ну, вот я не верю во все эти цифровые науки, потому что в 4 и в 5D они уже не работают, они недействительны. Мы сами строим свою реальность. В 3D, да, мы рождаемся с определенным кодом, и у нас есть определенный сценарий, по которому мы движемся. В 4 и в 5D тоже есть сценарий прописанный, то есть мы должны там сдаваться, доверять этому миру, принимать все, что есть. Я, например, сейчас просто принимаю тот факт, что я каждый день, думая о том, что мне нужно записать видео для своего курса, но я не могу этого сделать, потому что утром у меня там ребенок, мне нужно ее уложить спать, приготовить поесть, прибраться, что-то еще там помыть голову, она просыпается, опять я с ней, и, ну, как бы у меня нету посторонней помощи, чтобы кто-то взял ее на себя. Вот, тем более у нас начинают резаться зубы, и я такая, окей, и я принимаю все эти обстоятельства, которые мне мешают сейчас записать видео, потому что, возможно, видео именно для курса обучающий ролик, да, потому что сейчас вы слышите мою дочку, например, на фоне в обучающем видео, я не могу допустить того, чтобы у меня дочь на фоне что-то там говорила. Вот, мне нужно конкретно рассказывать информацию. Я принимаю это все, мирюсь с этим, потому что придет тот момент, я перейду на ту ветку реальности, где я быстро достигну своей... Как это, наверное, не цель нужна, а свою хотелку? Ну, ладно, будем называть все своими именами, пусть это будет цель. Снять до конца курс и начать уже его демонстрировать людям. Продавать. И вчера я узнала, что, оказывается, я звездная душа. У меня есть видео на ютюбе, в роликах, в клипах, да, или как они на ютюбе, в шортах, в шортах, и, кстати, оно есть у меня во всех соцсетях, «Как понять, что ты избранный». И там в конце я говорю, что ты звездная душа. Ну, если вот эти все признаки соответствуют, то ты звездная душа. Когда я выкладывала это видео, я понимала, что я его записала про себя. Но я не сказала в этом видео, что я имею в виду себя. Вот. Ну, и, конечно, кто понял, тот понял, что это было про меня, кто-то понял, что это было про него. И вчера я нашла подтверждение того, что я действительно звездная душа, что я пришла с других звезд, с других планет, ну, сюда, как гость на планету Земля. И получается, что я вчера просто возвращалась домой на ту планету, с которой я пришла на Землю. Я так поняла это. То есть мы же должны вспомнить свои воплощения на планете Земля или просто свои воплощения вот у меня, и они есть в других мерностях. Всё. Я вас целую. Спасибо, что смотрите меня. До встречи. Всем пока-пока.